Артем, здравствуйте! Мы с вами находимся на Двановском спуске. Неспроста мы вас позвали именно сюда. Это такая рана нашего города. Кровоточащая, болезненная. Сейчас еще и сама улица находится в таком состоянии разрухи. Я имею в виду дорогу, что-то вроде тут делают, но я вижу, что люди с таким трудом пробираются к собственным домам и квартирам, к тем домам, которые еще только сохранились. Мы сегодня с вами побываем еще в некоторых локациях, которые мы тоже условно назвали ранами нашего города. И коррупционными ранами, и ранами социальными, инфраструктурными. Вы знаете, у меня возникает вопрос, когда я смотрю вот на Двановский спуск, на эти ужасные стены, на раскопанную дорогу, на обрушившиеся дома чуть дальше от нас. Я думаю, неужели мэр этого прекрасного города не понимает, что это ведь его лицо прежде всего? Вы знаете, наверное, нужно сказать, что за последние 7 лет в нашем городе появилось огромное количество, как вы сказали, ран. Да, ран, потому что для нас Одесса — это наш живой организм. Это наш любимый город, и каждый одессит любит его всем сердцем и душой. Семь лет сделали из нашего города, за 7 лет. Власть, которая есть у нас в городе во главе с Трукановым, сделали невозможное с нашим городом. Они его практически уничтожили. На данный момент мы находимся на Двановском спуске. Что такое Двановский спуск? Двановский спуск — это 100 метров от ворот порта. Это то место, откуда начинается центр нашего города. Это историческое место. Это одна из первых улиц в нашем городе. Это улица, на которой было снято огромное количество сцен, фильмы. Эта улица напитана историей, из которой состоит наш город. На сегодняшний день мы видим, что состояние этой улицы просто в критическом ужасном состоянии. Почему Труканов на это обращает внимание? Но он же отсюда не получает. Это же не то место, откуда можно получить деньги. Это не то место, откуда можно получить какие-то откаты. Да, вот так быстро, молниеносно и сразу. Поэтому его это не интересует. В принципе, мэра нашего города не интересуют никакие вопросы, если там нельзя заработать какие-то хорошие деньги. Это можно сказать на примере коммунальных предприятий, на примере уборки наших улиц, на примере лифтов, которые падают. Буквально на днях мы стали свидетелем того, как в одном из домов на поселке Котовского рухнул лифт. И этот лифт вызвала женщина, у которой на руках был ребенок, а рядом стоял еще один ребенок. Лифт рухнул, дети расплакались, испугались, но слава богу, что они не зашли в лифт. Кто бы отвечал за то, если бы они зашли в лифт и упали? Снова никто. Снова никто. Значит, так же, как и в лагере Виктория, да погибли детки. Снова никто не виноват. На сегодняшний день, если закончить по лифтам, 400 лифтов на поселке Котовского, только на поселке Котовского в Суворовском районе, находятся в аварийном состоянии. То есть это то состояние, когда каждую секунду лифт может упасть. То есть они нуждаются или в ремонте, или в замене. Еще в 2019 году я составил этот список. Этот список был подтвержден решением суда, даже решением суда. То есть мы не идем по обычной процедуре, лифт сломался, отремонтируем и так далее. Нет, даже было решение суда, которое обозначило те лифты, которые нуждаются в ремонте. Я их собрал и отправил это обращение на имя городского головы, что их нужно срочно отремонтировать или поменять. Вы были на тот момент тоже народным депутатом? Да, я уже был народным депутатом. Это было официальное депутатское обращение, на которое нужно было дать ответ. Ответа я не получил и результат налицо. Лифт упал. И таких лифтов еще 400 только в одном районе. Вы сами меня подвели к этому вопросу, говоря о своем запросе к городскому голове, отсутствие ответа. В Украине, наверное, должна была бы существовать субординация власти. Должна быть какая-то коммуникация между властью, центральной и местной. Насколько я знаю, они городского голова, они его непосредственно подчиненные с вами, как с народным депутатом, напрямую не коммуницируют. Смотрите, а нам же не нужно коммуницировать напрямую. И правильно вы сказали. Вы, как обычный гражданин, вы сказали, что должна быть коммуникация. Городской голова – это тот человек, который должен быть в связи и в коммуникации со всеми отраслями власти. С Киевом, с Верховной Радой, с департаментами, с министерствами, с правоохранителями в своем городе. Для того, чтобы в первую очередь в городе была безопасность. Для того, чтобы во всех отраслях, которые есть в городе, был порядок и можно было и возможно было максимально быстро и эффективно решать любые проблемы и любые вопросы, которые касаются одесситов и города. О коммуникации. Знаете, количество запросов, которые я отправил на городского голову. Но это, наверное, тысячи запросов. Эти запросы формируются из той работы, которую я делаю в нашем городе. Эти запросы формируются из моих приемных. У меня две приемных в нашем городе, которые работают ежедневно. Каждую субботу я провожу личные приемы и я получаю огромное количество обращений граждан и проблематику. Проблематики, как мы понимаем, очень много. Это и коммунальные предприятия, подъезды, ЖКХ, дворы, дороги, социальные вопросы и так далее, и так далее. И практически 99 процентов моих запросов на имя городского головы по проблематике не получают положительного ответа. Вот вам и коммуникация. Получают ответы хоть какие-то или только вы говорите... Посмотрите, я считаю, что я их не получаю, потому что если мы получаем ответ, что да, мы с этим разберемся через два года, а у людей уже сегодня нету света, уже год в доме, да, или уже сегодня не ездит лифт, а там 12 этажей или 9, неважно. Уже сегодня ребенку на инвалидной коляске нужно заезжать в подъезд, а у него нету пандуса, они говорят, что мы в следующем году рассмотрим этот вопрос. Я считаю, что я не получаю ответа на эти вопросы. И конечно же, у многих вопросов мне приходится самому брать и делать те вопросы, которые на самом деле уже являются горящими, да. Это как, например, установление пандуса для инвалидов, которые не могут просто заехать себе домой. А местная власть говорит о том, что они это сделают, но в следующем году или через два года. То есть коммуникация должна быть, и коммуникация должна быть... Это не личностные отношения. Мне может не нравиться Труханов, я могу не нравиться Труханову. Вот дело здесь не в этом. Мы работаем на людей, которые за нас проголосовали, и мы не имеем права не работать. На сегодняшний день, к сожалению, все мои попытки настроить эту коммуникацию, еще раз повторюсь, рабочую коммуникацию, которая будет направлена на благо нашего города, не увенчалась успехом. То есть мои абсолютно корректные, сформулированные, аргументированные обращения городской власти дают результат ноль. Ну вот напомню вам все-таки про, возможно, неприятный для вас инцидент, который произошел около года назад, когда господин городской главы Одессы позволил себе во всеуслышание конкретно вас назвать шизофреником. Как вы думаете, чиновник такого ранга имеет право позволяя тебе навешивать подобные ярлыки? Вы знаете, я так отвечу, когда человек уже готовится к камере, он, наверное, собирает какой-то словарный запас, и его нужно использовать, практиковаться. Я думаю, что чувствуя то, что все-таки за то количество грязной работы, уголовной работы, уголовно наказуемой работы, которую он провел в нашем городе, у него уже есть чуйка, скажем, на его языке уже, что ему нужно учить какие-то новые слова, новый сленг и так дальше. Тем более в разговоре со своими коллегами, тем более будучи на сегодняшний день мэр города. Конечно, это ненормально, это недопустимо, неприпустимо. Вы знаете, я пришел в городской совет с одной целью, не с целью протеста, не с целью пропиариться, не с целью что-то там, заработать какие-то баллы и так дальше, с целью достучаться, показать, что я есть, есть одесситы, есть проблемы, их нужно решать, и мы о них будем говорить. Но вы вспомните, как эта сессия проходила, как меня обзывали его коллеги, как свистели депутаты городского совета и не хотели слушать то, что я им говорю, не хотели слушать те депутаты, которые ежемесячно воруют и сосут соки из нашего города, когда я говорил ту правду, которая есть. Когда я говорил правду, что ни один из депутатов городского совета, за которого проголосовали люди, не реагирует на их обращение. Когда я говорил, что главы департаментов, которые должны заниматься нашим городом, не реагируют на проблематику в нашем городе. И когда в конце концов я сказал, что мэр, который должен отвечать за наш город, который должен наводить порядок в нашем городе, который должен работать, не работает. Конечно же, это не понравилось. И я вам скажу, что в данном случае мэр повел себя не просто как непрофессиональный чиновник, а даже не как мужчина, потому что он не смог. Я пришел к нему, я стоял возле него в полуметрах и говорил с ним. А он не смог даже нормально, даже по-человечески, отреагировать на те замечания, ту правду, ту информацию, которую я ему донес, по сути. Это же не мои проблемы, да? Не лично, это проблемы одесситов. Проблемы тех людей, которые живут в твоем городе. По-мужски не хотелось разобраться в тот момент? Я имею в виду вот прям на кулаках. Вы знаете, это, наверное, в последнюю очередь. Я думаю, что на кулаках это не принесет результата. А нам же нужен результат. Нам нужно, чтобы коммунальные предприятия продолжали работать. Нам нужно, чтобы те люди, которые ко мне обратились, я перенаправил свои обращения на городскую власть, потому что это полностью компетенция их, решение их вопросов, городской власти, мэра нашего города, чтобы они были решены. Конечно же, вы же понимаете, что в глубине души меня, как одессита, я очень в простроенных чувствах, и, как сказать, можно было и хотелось бы решать этот вопрос по-другому. Но я думаю, что это не принесет того результата, который нужен для нашего города. Если бы можно было подраться с Трухановым, да, и это принесло бы результат, если бы 400 лифтов, которые нужно заменить и отремонтировать, были отремонтированы, окей, нет проблем. Вы можете сейчас вызвать его на дуэль, и пусть на кону будут лифты одессы. Вы знаете, ну какой дуэль? На самом деле, ну, Труханов старый человек. Вот старый больной человек. Какой дуэль? Его место, да, там, в тюремной камере, да и все. Пусть разбирается там со своими коллегами по цеху, вот. Но никакого дуэля, я думаю, с моей стороны это будет как минимум неправильно. Про камеры мы обязательно поговорим чуть-чуть позже. Я хочу вам предложить переместиться. Именно там примечательно будет спросить как раз о коррупционных аферах. Но все-таки еще один вопрос. Здесь вот пусть Дувалановский спуск станет свидетелем того, что вы ответите. Как в Киеве воспринимают господина Труханова? Как относятся к нему в офисе президента и как относятся в партии «Слуга народа»? И что вообще о нем говорят в Верховной Раде? Я вам скажу точно, что каждый, кто приезжает в Одессу, каждый депутат Верховной Рады летом приезжает отдыхать в Одессу или с рабочим визитом, или отдыхать, видит, что происходит в нашем городе. Я вам скажу точно, что руководству партии, своим коллегам, я доносил информацию, я доносил о тех коррупционных делах, которые происходят в нашем городе, да, со стороны главы нашего города. И все в курсе этого, и все знают, что происходит. Но по тем или иным причинам, вы же понимаете, что президент, решение президента – это не все. Есть правоохранительные органы, есть следствия, есть суды. И я думаю, что в этом процессе есть не одна ступенька, которая борется за то, чтобы Труханов оставался на этом месте и продолжал воровать и передавать им. Именно поэтому мы не добиваемся справедливого результата по отношению к нашему главе. Еще надо уточнить, что Девилановский спуск – это центр нашего города. Это то место, которое практически каждый день видят одесситы. Это то место, которое видят люди, которые приезжают отдыхать к нам в город. Ну и вы же понимаете, что это просто стыд и позор, когда в 2021 году, когда уже на улице нанотехнологии, до сих пор в нашем городе, мы не можем просто отремонтировать и отреставрировать одну из самых старых улиц в нашем городе. Одну из самых наполненных историй архитектурных улиц в нашем городе. Ну что же, тогда пока оставляем Девилановский спуск в этом недостойном состоянии. К сожалению, нам ничего не остается, кроме как пока что наблюдать за этим. У вас есть, правда, Артем, все инструменты властные для того, чтобы пытаться менять ситуацию в городе, надеюсь, что у вас что-то получится и в частности с Девилановским спуском. И предлагаю переместиться в одно из медучреждений нашего города. Артем, ну переместились мы, как и планировали, к еврейской больнице. Мы с вами прошли мимо фасадного здания, там красивый фонтан, выглядит все достаточно пристойно. Но по данным моих коллег-журналистов, достаточно много денег отмыли на этом ремонте. Ведь это не единичная история, правда? Вы ведь отслеживаете реконструкции в городе и не только больниц. Коррупционные схемы настолько сильны в нашем городе? Если мы говорим конкретно о еврейской больнице, на территории которой мы находимся, это одна из самых старых больниц в нашем городе, примерно так же, как и Далавановский спуск. На эту больницу за последнее время было потрачено больше 200 миллионов гривен на так называемую реставрацию. На самом деле мы прекрасно понимаем, и об этом говорят в колуарах, что здесь было украдено больше половины денег, которые были выделены. В принципе, это и видно. По одной простой причине – сделан только фасад, как будто это не больница, а просто какое-то здание, которое сделали, и вроде бы больше ничего не надо. Еще что-то немножко сделали внутри. Но вы понимаете, что в этой ситуации самое главное сделать акцент на том, что за 7 лет в нашем городе приехать и пиариться на том, что ты отреставрировал кое-как одну больницу за космическое количество денег – это стыд и позор. Потому что за это время можно было открыть несколько больниц, несколько поликлиник и десятки школ и садиков, которые так необходимы в нашем городе. Что же касается реставрации, памятников, архитектуры, истерических зданий в нашем городе. Реставрация проходит на нулевом уровне. А чаще всего в нашем городе не реставрируют здания, а доводят их до состояния нестояния, приводят просто их в разруху, для того, чтобы потом продать и построить там коммерческое помещение, торговый центр или жилой дом. Чаще всего так и происходит. В нашем городе даже есть какая-то подобная программа, там, реставрация памятников, архитектуры и так дальше. Но она не работает и не осуществляется, на самом деле, в нашем городе. Поэтому говорить о реставрации – это не про нашу местную власть, не про нашего мэра. Хотя это должно быть в приоритете в нашем городе. Потому что в нашем городе не только море. Люди приезжают к нам в Одессу не только за морем и пляжами, которых уже тоже скоро не будет. Они приезжают за архитектурой, за колоритом, который мы теряем с каждым месяцем. У коррупционных схемах, все знают, это не секрет, что городской голова является фигурантом нескольких криминальных дел. Но ощущение такое, что там, в Киеве, как будто бы поставили на паузу. То есть их активно проводили и досудебные расследования, и проходили сами суды в предвыборный период. Сейчас они как будто бы на паузе. Почему так? Как что, держат для какого-то момента нужного, удобного? Вы все правильно говорите. Есть огромное количество уголовных дел, но из них зафиксировано всего лишь несколько. Уголовные дела по хищению из нашего города и хищению в нашем городе. И вы правильно сказали, что эти дела поставлены на паузу. Я не буду выдумывать что-то или говорить, или как-то заувалированно. Это так и есть. До местных выборов, за полгода до местных выборов, когда президент, когда Владимир Александрович стал президентом, он говорил о том, что обязательно разберется с этим. И обязательно виновные будут наказаны. Но через какое-то время произошла пауза. И на самом деле эти преступления не расследуются. И на самом деле Геннадий Труханов был назначен мэром нашего города. Что значит назначен? Поясните. На второй тур выборов, когда было два кандидата, Николай Скорик и Геннадий Труханов, пришло 7% избирателей. Из них половина проголосовала за Труханова примерно, и примерно половина за второго кандидата. А это 3,5% наших избирателей. И 80% из этих людей это были сетки. Что такое сетки? Это специально подготовленные люди, которые за деньги приходят и голосуют. Также было договорено со всеми соответствующими структурами, с правоохранительными органами, с избирательными комиссиями, для того, чтобы прошел Геннадий Труханов. Это я называю назначением. Назначение, не назначение, это когда за кандидата голосует большое количество одесситов. Когда кандидата поддерживают, когда люди приходят на выборы и высказывают свое мнение в формате голосования. А 7% из них, 3,5% за Труханова, и из них 80% это сетки. Это нелегитимные выборы. Это назначенный мэр. Ну тогда, получается, у нашего города нет шанса, потому что если наступят следующие выборы, или, возможно, у вас есть информация, что что-то произойдет раньше, это может быть. Примеры Харькова и Кривого Рога. Боже, упасение, намекание на какие фатальные сюжеты. Я имею в виду, что мэр вдруг может перестать быть мэром в городе. Но тогда будут снова выборы при хорошем раскладе, если секретарь не засидится 3-5 лет. Одесситы не пойдут голосовать тогда. Все равно. Вы знаете, во-первых, не все кандидаты имели возможность выставить свои кандидатуры на предыдущих выборах. Было несколько кандидатов, которых просто, скажем так, сбили, сняли с приводной гонки, или не допустили вовсе. Поэтому я думаю, что когда будет немножко другой состав, предвыборный, одесситы смогут высказать свое мнение, перейти на выборы. А что же касается, если будут досрочные выборы, Геннадия Труханова снимут с его должности ввиду уголовного дела, то он, насколько мне известно, не будет иметь возможности принимать участие в этих выборах. Я впервые в это верю. Почему? Потому что уже настолько очевидна грязь, которую осуществляет Геннадий Труханов и вся его команда, что мне кажется, что дураку понятно, что такие волоцюги, извините за выражение, да такие негодяи, не могут управлять таким прекрасным городом, как Одесса. Поэтому я очень надеюсь на решение центральной власти, на решение офиса президента, на действие президента и на действие правоохранителей, следствия и суда, и на справедливое решение, что те преступления, которые они делают, будут расследованы и по ним будет выдано справедливое решение. Вот как раз о правоохранительной системе и о власти в том числе. Вы подписали законопроект о создании комиссии парламентской ТСК по расследованию. По-моему, там был сформулирован вон так относительно нарушений Конституции законов Украины мэром Одессы Геннадием Трухановым. Какова судьба этого документа и парламент, что думает потом? Значит, это была ТСК, темчасовая слищая комиссия, которая занималась бы расследованием правонарушений Геннадия Труханова. ТСК была зарегистрирована полгода назад. Она прошла комитет. И после комитета она просто, извините за выражение, заглохла. То есть она остановилась. Мы можем только предполагать, почему ее не допустили в Верховную Раду на голосование. Наверное, потому что и Труханова назначили мэром. Именно поэтому комиссия и остановилась на пути ее регистрации и передачи в Верховную Раду для голосования. Но на днях слугами народа было зарегистрировано МФО. Оно называется Одесса без Труханова. Что-то в таком роде, по-моему. МФО было зарегистрировано именно потому, что они не смогли зарегистрировать ТСК. То есть, видимо, из офиса президента поступила команда о том, что по Труханову нужно работать, скажем, очень по-простому. И нужно было зарегистрировать какое-то объединение. Но так как ТСК зарегистрировано за мной, я как один из подписантов этого ТСК, то уже нельзя было сделать такую комиссию по одному и тому же вопросу. И они создали группу МФО. Это немножко другое. Но все же офис президента сможет опираться на данные этой группы и получать какую-то информацию для того, чтобы проводить какие-то действия, в том числе публично, по мэру нашего города Труханову. Кому-то не было выгодно, чтобы год назад была создана ТСК, в которую я входил. А сегодня офису президента необходимо, чтобы была создана группа, которая будет говорить о коррупционных действиях, о правонарушениях, которые осуществляет Труханов на территории нашего города. Последний вопрос здесь, на этой локации. Артем, я хочу вспомнить инцидент, который произошел в июле, когда приехал президент в очередной раз в Одессу. И тогда бы присутствовала областная власть, но не было городской, и господина Труханова не была рядом с президентом. И тогда заговорили о том, что это показательное отношение и главы государства к мэру Одессы, и мэр Одессы к президенту. И в то же время говорили о том, что непростые времена теперь у мэра Труханова наступили. Вот осень у него тоже будет непростая, раз МФО создали. Как думаете? Вы знаете, я вам скажу точно, что Владимир Александрович Зеленский, как бы ни происходила ситуация в нашем городе, какие бы решения не принимал офис президента, но Владимир Александрович знает точно, что, стоя вместе с Трухановым, присутствуя на одних мероприятиях, с Трухановым, это будет ему не в плюс. То есть Владимир Александрович Зеленский четко понимает, что репутация Труханова ему не нужна, и такой друг, как Труханов, ему точно не нужен. Именно поэтому это просто объяснение тому, почему Труханов с Зеленским никогда не виделся, почему они не были зафиксированы ни на одном официальном мероприятии, и почему они не встречались. Потому что Зеленскому просто не нужна та грязь, которая связана с Трухановым. Мы здесь с вами заканчиваем нашу такую ретроспективу, несколько одесскую, несколько пропрезидентскую, и перемещаемся в еще одну точку. Вы, наверное, догадываетесь, куда. Это 13-я станция Фонтана, это плотная застройка прибережной зоны, и у нас есть прям вот новость последних дней, связанная с одной из строек, это Ла Мэр. К сожалению, суд решил, что там можно продолжать строительство. Мы посмотрим, кстати, начали ли уже работать недобросовестные застройщики на том месте. И попробуем с вами поговорить о том, а что же можно с этим сделать дальше. Артем, мы находимся на 13-й станции Фонтана, Ла Мэр. Прямо за вашей спиной ЖК Граф, который фактически уже возвысился, я надеюсь, на максимум своих этажей, хотя еще, судя по всему, там будут дополнительные высотности. По поводу Ла Мэра, так сложилось, что вот буквально в канун нашей с вами встречи было принято решение окружным, прошу прощения, апелляционным судом относительно того, что там теперь снова разрешена застройка. Что делать с этим? Фонтанская дорога, 12-я станция, 13-я станция Фонтана, это одна из моих любимых частей города. Я здесь живу, я здесь привел свою юность, здесь была моя первая работа на пляже. Это место, которое я люблю всем своим сердцем. К сожалению, последние несколько лет мы наблюдаем картину, когда парк юбилейный, который здесь, по сути, должен находиться, это вся набережная по фонтану, уничтожается недобросовестными застройщиками, уничтожается таким несанкционированным строительством. Конкретными примерами является ЖК Граф, конкретным примером является огромнейшая территория ЖК Ла Мэр. Сегодня строец ЖК Граф мы надеемся на то, что нам еще удастся остановить эту стройку. Сегодня пока еще не строится ЖК Граф, но есть уже решение суда. Я думаю, что все равно оснований на строительство еще недостаточно. То есть еще должны быть процедуры, да, и суды, потому что там в суде было несколько дел, там и подпорная стена, и подготовительная работа, и так далее, и так далее. Есть много еще процедур. Но у меня есть только одна надежда на то, что уже осень, и они не успеют реализовать свои возможности. Мы будем этому всячески способствовать. Снова обращаться в правоохранительные органы, снова выходить, выходить к стройкам, блокировать это, потому что сегодня по-другому, к сожалению, не получается. Какова роль мэра? Ну вот мы же говорим о том, что все стройки из Киева якобы, да, высотные, мэр при чем? Это вранье. Это вранье, потому что мы должны понимать, что все, что происходит в городе, от А до Я, за все отвечает мэр нашего города. Если даже не говорить так громко, мы можем посмотреть на голосование, когда отводили в аренду эту землю. И на эти голосования голосовали все депутаты о доверяя делам и, собственно, сам мэр Труханов. На сегодняшний день у нашего мэра есть все полномочия для того, чтобы как разрешить строительство, так и запретить строительство. Вы знаете, говорить о том, что у мэра нет полномочий, это все равно, что сказать, что у меня в моей квартире нет полномочий на то, чтобы починить кран, или убраться в моей квартире. Это же смешно. Точно так же это смешно звучит, когда наш мэр говорит, что у него нет полномочий в городе. У мэра есть все полномочия на то, чтобы как разрешить, так и остановить. Если он умывает руки, это означает, что он сам сдается и сам говорит, что я не хозяин здесь? Или напротив, это говорит о том, что он замешан, замешан однозначно, просто хочет убелить свой потенциал. Смотрите, с каждого квадратного метра, с каждой стройки Труханов получает огромнейший откат. Есть компании, где он является даже учредителем, так называемым, откуда он получает прямые финансовые выгоды. Поэтому ему не обращать внимания на эти стройки, это выгодно, потому что он получает с этого огромные деньги. А колоссальных суммах на днях мы увидели информацию, которая появилась в СМИ, что мэр Труханов является самым богатым мэром на территории Украины, даже богаче Кличка и других мэров городов. Написали, что у него состояние больше 200 миллионов долларов. Я думаю, что они дописали примерно 800. И наш мэр сумел с нашего города своровать за 7 лет под единичку, под 1 миллиард долларов. с каждого бюджетного года. Он хочет остаться здесь. Как думаете, он будет бороться за третий срок? Какие планы? В общем-то, сумма-то уже названа вами немаленькая. Можно было бы остановиться. Третий срок у него уже. Мы помним, что он пришел сначала ненадолго, потом были перевыборы, и у него сейчас уже третий срок. Будет ли он бороться? Конечно же, будет. Таким людям мало всегда. И они понимают, что чем больше денег у них будет, тем больше у них будет возможности оставаться на свободе. После того, как они даже покинут свои должности, им придется откупаться, им придется жить за границей, для того, чтобы их не достали и так далее. Поэтому чем больше денег у него будет, тем больше будет возможности оставаться на свободе. И быть, так скажем, непричастным к этим событиям благодаря своим деньгам. Просто отбеляться благодаря своим деньгам. У кого сегодня есть воля сменить мэра в городе, только лишь это президент? И, кстати, может ли это сделать президент, собственно? Смотрите, не лукавя душой, мы должны понимать, что во всех ситуациях в нашей стране, в том числе в таких глобальных, принимает участие непосредственно президент, имеет влияние президент, офис президента. Ну и, конечно, структурно нужно говорить о том, что это правоохранительные органы, что это следствие, это суды. Но не может быть принято такое решение без политической воли первого человека. Ну что же, спасибо, Артем, за общение. Мне жаль, что мы сегодня побывали с вами на печальных точках карты Одессы. Предлагаю повторить, возможно, в будущем интервью по приятным, связанным с детством или с юношеством точкам, и поговорить о развитии спорта, я знаю, что вы активно занимаетесь этим, поговорить о молодежи, о том, в каком направлении сегодня двигается молодежная политика. И пока что ожидать, как развернется осень в нашем городе, и зима, я надеюсь, принесет нам тоже знаковые решения, в частности, относительно замораживания подобных строек. Я всегда очень рад общаться с вами, тем более на темы, которые связаны с нашим городом, связаны с проблематикой в нашем городе. А теплые, хорошие, радостные темы – это развитие спорта, развитие молодежи, физическое, духовное развитие молодежи. Эти темы для меня близки и всегда рад. Спасибо вам большое.